В начале 1960 года советское правительство объявило о создании в СССР нового вида вооруженных сил, ракетных войск стратегического назначения. Главная задача этих боевых соединений – сдерживать возможную ядерную агрессию противника, либо самостоятельно наносить ракетно-ядерные удары. В США это сообщение вызвало новый виток разведывательной активности. Белый дом затребовал от ЦРУ информацию о местонахождении русских ракетных баз. Полеты самолетов-шпионов над территорией СССР возобновились. Были нарушения, как докладывали. Обстановка была тяжелая, накаленная, противоборство. Противник хотел узнавать, где, что, чего мы имеем. То есть постоянно нарушали, нарушали. Но до Урала никто не доходил практически. Из донесения советской резидентуры в Турции. 27 апреля 1960 года на базу Инджерлиг были возвращены все пилоты У-2. Часть из них сразу была переброшена на военную базу США в Пакистане. Это важное сообщение от советского шпиона, турецкого журналиста Сулеймана Мелиха, станет последним его донесением. Агент загадочным образом исчез с военной базы. Все попытки советской стороны в течение нескольких дней связаться с ним не будут иметь успех. Исчезновение Сулеймана приведет к острому дефициту информации. И все дальнейшие события, связанные с действиями У-2, станут для СССР полной неожиданностью. 27 апреля 1960 года. США, штат Вирджиния. Город Лэнгли. Штаб-квартира ЦРУ. Секретное совещание в кабинете директора ЦРУ Алена Далласа подходило к концу. После того, как Эйзенхауэр дал разрешение на самый продолжительный шпионский полет в истории У-2, разведке в тандеме с военными оставалось лишь обсудить детали этой операции. Имя исполнителя Фрэнсиса Пауэрса было давно на слуху, и его кандидатуру одобрили единодушно. Дата вылета 1 мая тоже всех устраивала. Праздничный выходной день в СССР. Идеальное время для подобной акции. На этот раз Пауэрсу предстояло пролететь от района Памира до Кольского полуострова. Общая длина нового маршрута У-2, который заканчивался посадкой в Норвегии, свыше 4000 километров. Американцы питали самые большие надежды на итоги этой операции. За один такой полет У-2 мог собрать практически всю информацию о стратегических возможностях СССР. Главной целью операции были оборонные и военные объекты. Американцы не могли понять, где у нас производится ядерное оружие. Они считали, что главные заводы у нас находятся в Ангарске, на Байкале. А там действительно обогатительный завод есть, он до сих пор работает. Но это не главные заводы. Главные заводы находились вдоль Уральского хребта. Американцев больше всего мучило, что происходит вот рядом с Касли, неподалеку от Маяка, Озерской. Появился какой-то город закрытый с проволокой там. Они проникнуть туда не могли. Они предполагали, что это один из цехов завода Маяка, то есть там, где нарабатывается плутония. 1 мая 1960 года. Пакистан. Окрестности города Пешавар. Американская военная база. Фрэнсис Пауэрс посмотрел на часы. Он заметно нервничал. До назначенного полета остаются считанные минуты. Чтобы успокоиться, пилот еще раз прокрутил в голове информацию, полученную от полковника Шелтона. В целях секретности летчику было категорически запрещено поддерживать радиосвязь с Пешаваром и с Инджерликом. В случае пленения русскими он должен был покончить с собой. Пилот потрогал воротник своего комбинезона. То самое место, где у него был зашит серебряный доллар с ядовитой иглой внутри. Такую игрушку ему дали впервые. Значит, дело действительно очень серьезное. Пауэрс сунул в карман пачку сигарет, пристегнул ремни и запросил разрешение на вылет. На часах было 5.15 утра. Советские радары засекли Пауэрса уже через 15 минут после взлета, еще в воздушном пространстве Афганистана. А когда самолет пересек границу СССР, главнокомандующий противовоздушной обороной Сергей Бирюзов доложил о нарушении Никите Хрущеву. Генсек в свойственной ему эмоциональной манере распорядился любой ценой остановить шпиона. Да, Хрущеву доходили все эти вещи, когда тогдашнего лидера той страны. А характер его известен, типа сделать обязательно там. Вот, ботинком он на них не стучал, как вон, но... Вот, и поэтому, конечно, принимались меры доступные. Это прежде всего истребители. Значит, Су-9, которые тогда пошли в Сирию, но они, их практически потолок был ниже немножко полета У-2. Было около 8 часов утра, когда Пауэрс завершил фотосъемку в районе озера Иртяж. Именно здесь находился объект под названием Челябинск-40, секретный центр советской атомной промышленности. От него У-2 взял курс на Свердловск. Там, по информации ЦРУ, шло активное строительство пусковой площадки для нового типа ракет. 1 мая 1960 года. Чудесная погода, чистое небо. Практически у нас голова были заняты. Ну, подготовки к празднику и проведения демонстрации. И вдруг прибежал посыльный и объявил. Товарищ лейтенант, боевая тревога объявлена всему полку. Ну, в суматохе, как что? Может, ошибся, как обычно? Может, учебная? Боевая настоящая тревога. Так передано. Но быстренько собрался. А место, где я проживал до этого, до нашей позиции, где-то километра полтора. Вот бегом, своим ходом, спортсмен я хороший. За 10 минут я практически был на месте. Доложил о прибытии, получил оружие. И, соответственно, доложил непосредственно начальнику, командир технической дивизионы. Он нас ввел в курс, что нарушена государственная граница, идут реальные цели, которые приближаются к воздушному пространству города Свердловска. На перехват самолета-шпиона со Свердловского военного аэродрома взлетел реактивный истребитель-перехватчик Су-9. Этот самолет случайно оказался в зоне, где разворачивались события. Он шел из Новосибирска в Белоруссию, в свою летную часть, и остановился на дозаправку в Свердловске. На Су-9 не было ни ракет, ни пушек. Поэтому единственным вариантом атаки был таран. Именно такой приказ получил летчик-истребитель Игорь Ментюков. Таран на высоте 20 тысяч метров для Ментюкова означал неизбежную гибель. Летчик не мог катапультироваться, поскольку в спешке не успел надеть специальный костюм, компенсирующий давление воздуха. Его бы просто разорвало на куски. Но Ментюков остался жив благодаря собственному просчету. У-2 летел со скоростью 850 км в час, а Су-9 разогнался до двух сверхзвуковых. Советский истребитель промахнулся, и таран не состоялся. Для меня и для многих, мы так и поняли, началась война. Потому что обстановка была настолько холодная, натянутая противоборство. Мы так и поняли, что война. Мы так и подумали, вот я лично, неужели война? И думаю, господи, душа себе до Свердловса дай лететь. Так что же там впереди-то делается? 1 мая 1960 года. СССР. Свердловск. В 8.35 утра У-2 добрался до Свердловска и вошел в зону действия ракетного дивизиона, которым командовал капитан Михаил Воронов. Импульсы цели были нечеткими. На экране радиолокатора мерцали еле уловимые всплески. Однако медлить было нельзя. Цель уничтожить, скомандовал капитан. Ракета взорвалась позади самолета. Ее осколки пробили хвостовое оперение и крылья, но не затронули кабину. Именно поэтому Пауэрс остался жив. Он выпрыгнул из падающего самолета и раскрыл парашют. Праздничный парад на Красной площади уже подходил к концу, когда к Хрущеву подошел министр обороны и доложил, что вражеская цель поражена, а летчик арестован. Советский руководитель даже не мечтал о такой удаче. Американский шпион мог стать весомым козырем в непростых отношениях с США. После ареста Пауэрса советскому руководству оставалось лишь использовать выгодную ситуацию. Американский летчик мог стать равнозначной фигурой при обмене разведчика Фишера Абеля. На самом высоком уровне было принято решение о начале тонкой политической игры, главной целью которой было спровоцировать мощный общественный резонанс вокруг имени сбитого летчика. Необходимо приковать всеобщее внимание к судьбе Фрэнсиса Пауэрса и заставить американцев пойти на обмен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова